Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Об ответственном обращении с животными. Новый федеральный закон начал действовать с января 2019 года. Без воды и других удобств. Как живут люди без благ 21 века. Столкновение автомобиля и автобуса. В аварии пострадали 5 человек. Не выдержало большого количества снега. В Рязани обрушилась крыша остановочного павильона. В январе начал действовать федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он запрещает контактные зоопарки, регламентирует работу приютов, вводит правила содержания домашних животных. Как относятся к этому закону зоозащитники, биологи и рязанцы, которые держат дома кошек и собак, выяснила Дина Ислеева. Любимка, да? Лех. Вот и какой. Галина Кудряшова – журналист и телеведущая. Дома она – мама для двух котов – Тимоши и Пикселя. Пикселю 3 года, Тимоши 8. Первого кота Галина увидела сидящим у двери поликлиники и не смогла пройти мимо. Забрала, несмотря на то, что мама была против того, чтобы заводить домашних животных. Он был совсем маленький комочек, умещался на ладошку буквально. Я очень боялась, что он еще очень маленький, ему придется кормить пипетки. В общем, продумала все варианты. В итоге, когда я принесла домой, мама сказала, все, ты будешь сама за ним ухаживать, теперь сиди с ним. Первые три недели я такая иду к плошке. Ну и мама говорит, я его уже покормила. Я иду в горшке, я за ним уже убрала, я с ним уже поиграла. В общем, в итоге он ей даже больше понравился, чем мне. В живом уголке Рязанского эколого-биологического центра у кроликов обед. Породы от декоративной до мясной. Они тоже подкидыши хозяева завели себе милое пушистое существо, а когда наигрались и надоело за ним убирать, принесли сюда, якобы на передержку и забыли забрать. Также попали в живой уголок болотные черепахи и шиншиллы. Единственный новичок, которого забрать обещали, енот на сухом. Любит бананы и охотно наводит свой порядок в комнате, когда его выпускают из клетки погулять. В живом уголке проходят занятия с детьми, но брать животных на руки, как в контактных зоопарках, им не разрешают исключения антистрессовая морская свинка Федор. Леша на руки успокаивается и успокаивает того, кто берет на руки. То есть такое очень дружелюбное животное, но очень много положительной энергетики происходит. Есть в центре и экзотические животные. Агама, розовый язык и из цинки. Коллекция частная. Ее передал сюда друг эколога биологического центра. Им нужно много внимания и специальный уход. Например, ящерицы очень чувствительны к корму и освещению в террариуме. Если за рационом не следить, рептилии может вырасти до больших размеров. Мы при помощи лаборантов замеряем всевозможные параметры этих животных. Вес, рост, диаметр хвоста, диаметр черепа и так далее. И потом школьники составляют для них рацион, естественно, под присмотром педагога. И наблюдают за ними, как они растут. Вот по этому самому рациону. Не исключено, что в центр владельцу придется передать и других питомцев. Законопроект предписывает правительству составить перечень животных, которых запрещено содержать дома. Между тем, новый закон предусматривает наказание для нерадивых хозяев. Владелец, который отказывается содержать своего питомца и выгоняет его на улицу, попадает под ответственность за жестокое обращение, поскольку ставит его жизнь и здоровье в опасность. В Рязанском частном приюте лучшие друзья сейчас 80 собак. Ухаживают за ними волонтеры и директор Вероника Живоронкина. Она готовит для животных еду, наводит порядок. Вероника считает, что новый закон заработает, но через несколько лет, когда будут выработаны механизмы для его реализации. Хозяева должны предотвращать появление, например, нежелательного потомства или запрет самовыгла животных. То есть нельзя выпускать домашнее животное на самовыгул. Это как-то уже все равно сократит численность бездомных животных. В приюте сейчас находятся пять кошек. Вот этих малышей забрали с дачи. Их бросили хозяева, у которых окатилась кошка. В комнате с котятами держат слепую собаку Машу. Она прожила одна-два года после смерти хозяев. Еду приносили соседи, которые с собакой никак не контактировали. Маша до сих пор боится людей и даже не подходит тем, кто хочет ее погладить. Одна на улице она бы просто не выжила. Что ее забрали волонтеры, спасло жизнь. Галину Кудряшову каждый день с работы ждут ее любимые коты. Она считает, что выбрасывать на улицу животных нельзя. Хозяева должны думать, прежде чем заводить домашних животных. И помнить, мы в ответе за тех, кого приручили. Дина из Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пешеходный переход на Московском шоссе лишился одного из пролетов. Причиной обрушения стал накопившийся снег. К счастью, люди не пострадали. На месте побывала наша съемочная группа. Еще недавно этот фрагмент был частью остановки пенсионный фонд на Московском шоссе. Однако конструкция не выдержала нагрузки. Сломался один из пролетов крыши, самый близкий к выходу из подземного перехода. Причиной стал накопившийся снег. Если посмотреть на соседние конструкции, то видно, что в этом месте его толщина максимальна. Она достигает полметра. По периметру всей крыши ситуация не лучше. Здесь снежный покров не менее 30 сантиметров. Поскольку в пешеходном переходе находятся торговые объекты, вместе с крытыми входами в пешеходный переход, эта конструкция была сдана в аренду, и это обязательство арендатора. Но мы сейчас этот вопрос исследуем, дальше примем соответствующие меры. К счастью, в момент обрушения людей рядом не было, поэтому никто не пострадал. Однако прохожие отмечают, что снег с конструкцией периодически падает вниз и может быть опасен для здоровья. На голову он скатился Любовью Федосеевой. Сначала было неприятно, потому что это холодно, да, дико, когда за кофту себе попадает снег. Ну и страх определенный, потому что я подумала, что это могла быть какая-то сосулька или тяжелая глыба, да, что было бы, наверное, может быть, травматично для меня. А снег, ну, килограмма три-то я думаю точно упал. В администрации города обещали провести беседу с арендатором и призывать его к ответственности. Ведь от большого слоя снега крыша может провалиться и в других местах. А пока людям советуют быть осторожнее и чаще смотреть наверх. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Всем ли доступны блага 21 века? В Рязани есть места, причем в самом центре города, где люди до сих пор носят воду в ведрах. Впрочем, отсутствуют и другие удобства в квартирах. Об одном из таких узнаете из нашего следующего сюжета. Центр города, Кремль, одно из древнейших и красивейших мест Рязани. Но буквально через дорогу мы видим диаметрально противоположную картину. Полная разруха и хаос. С одной стороны разрушенный дом, с другой барак, жить в котором просто невозможно. Разбитые окна, разрушенная крыша и потолок. Того и гляди рухнет прямо на головы жильцов. Вот такие современные реалии жизни в центре города. Многодетная мама Наталья Гужева каждый день ходит за водой в колонку. В квартире из удобств только свет и ОГВ. Ни воды, ни туалета нет. Так что стирка в тазах не самая страшная. Конечно, дома уже пора сносить. Сами видите, рушится полностью. Не страшно так с детьми, что на голову что-то падет? Ну, страшно. Бывало, обсыпалось, конечно. Мы постоянно в зале или на кухне. Да, вот так что. А когда весна, когда весна здесь, конечно, все заливает. Совсем недавно рядом стоял такой же барак. Жители и расселили в комфортные современные квартиры. А саму деревянную постройку снесли. Теперь жители оставшегося барака с нетерпением ждут расселения. А пока в глаза бросается некий диссонанс с одной стороны улицы. Новые благоустроенные дома, а с другой – вот такие разрушенные строения из прошлого века. По этой дороге Элла проходит каждый день – утром и вечером. Здесь пролегает ее путь на работу. А вечером, к сожалению, освещение здесь не работает. Поэтому немножко напряженно. То есть боитесь тут ходить? Ну, не так скажем, небезопасно. Заброшенные дома и освещения нет. Поэтому приходится бдить. Несмотря ни на что, Элла надеется, что это историческое место все-таки приведут в порядок. И уже видит некоторые изменения. Здесь в перспективе что-то появится, я так думаю. Хотя Кремль – историческое место. Должно быть оборудовано соответствующе. Хотелось бы, чтобы здесь все облагородили? Конечно. Я смотрю, вот знаки парковки поставили. Значит, соответственно, должна в скором времени действовать платная парковка. Соответственно, что-то уже продвигается. Пока ситуация не изменится, Элла и другие жители города будут с опаской вечером проходить по этой дороге. Ведь вблизи разрушенных домов всегда существует вероятность встретить маргинальных личностей. Мария Руда и Сергей Данилина, телекомпания «Город». Фигурантам уголовного дела, директору детского питания Александру Дворецкому и бывшему советнику рязанского мэра Александру Зайкину продлили срок ареста. Ходательство рассмотрел Басманный суд Москвы во вторник, 15 января. Срок ареста продлили на три месяца, до 19 апреля. Один из аргументов Генпрокуратуры Следственного комитета – это необходимость продолжения следственных действий, в том числе для поиска соучастников из числа сотрудников администрации города Рязани. В настоящий момент оба фигуранта находятся в СИЗО. Напомним, дело передали в Басманный суд по ходатайству Следственного комитета России. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили травмы. В области произошло 24 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено свыше полутора тысяч нарушений ПДД, в том числе четыре факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 15 января запомнится Рязанцем большой пробкой, которая возникла в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси. Авария заблокировала две полосы движения. По информации ГИБДД, пострадавших нет. В тот же день произошла еще одна авария, к сожалению, с пострадавшими. 15 января примерно в 9.50 на 40-м километре автодороги Рязань-Ряжск в Сарожиловском районе 37-летний рязанец, управляя автомобилем Hyundai, по предварительным данным после совершения маневра обгона, не справился с рулевым управлением, вследствие чего столкнулся с автомобилем Lada Vesta под управлением 26-летней жительницы областного центра. В результате происшествия водители автомобиля, а также 32-летняя пассажирка Hyundai и 60-летняя пассажирка Vesta госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются. В первой половине 16 января уже произошло два ДТП. В 7 часов 30 минут на Галенчинском шоссе 26-летний житель Рязанского района на автомобиле Ford Focus не справился с управлением и столкнулся с УАЗом Патриотом. Машина двигалась во встречном направлении. В результате происшествия пассажирку автомобиля Ford Focus доставили в медицинское учреждение. Чуть позже в 10 утра на улице Кочевского столкнулся автомобиль с полуприцепом и автобус, следовавший по маршруту номер 8. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам маршрутного транспортного средства, которое оказано на месте ДТП. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства всех происшествий уточняются. Проводится проверка. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город. Рязанской области достанутся 3,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на ремонт дорог. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов по итогам 10-го Гайдаровского форума. Глава региона сообщил, что Рязань будет участвовать в 11 из 12 национальных проектов. Самое главное, по словам Николая Любимова, чтобы люди быстро почувствовали улучшение. Поэтому и нужно объяснить, что и зачем делается и как собираются тратить федеральные ресурсы. Губернатор выделил и другие сферы, где перед регионом стоят глобальные цели. Это здравоохранение и строительство. В Рязани выросла плата за детский сад. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 16 января. Сумма за месяц повысилась на 74 рубля и составляет 2007 рублей. Ранее в регионе утвердили лимиты на плату. Из всей области в Рязани плата по-прежнему самая высокая. Напомним, в конце 2017 года плату планировали поднять на 77 рублей. Однако глава региона рекомендовал такое решение отменить. По словам Николая Любимова, для молодых семей это серьезные дополнительные расходы. Получили деньги на разработку медицинского оборудования и разработку лекарства, которое поможет в борьбе с раковыми заболеваниями. Студенты РязГМУ стали победителями конкурса «Умник», основная цель которого – финансовая поддержка молодых людей, занимающихся научно-технической и инновационной деятельностью. Студентка шестого курса лечебного факультета РязГМУ Анна Есенина работает над созданием препарата, который поможет бороться с раком. Он будет подавлять активность белка гликопротеина П, который защищает опухлевую клетку от действия химиотерапии. Преимущество нового лекарственного препарата в том, что оно растительного происхождения, безопасно и с низкой стоимостью производства. Сейчас мы определяем количество содержания белка гликопротеина П, который содержится в мембране опухлевых клеток и отвечает за фармакорезистентность и устойчивость к химиотерапии. Сергей Калиновский и его коллеги с кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтологии разрабатывают универсальный бокс для стерилизации и хранения стоматологических инструментов. Он позволит качественно и быстро проводить стерилизацию разных инструментов. Использовать оборудование можно будет также в тату-салонах и в косметических салонах. Он позволяет упростить процесс стерилизации и сделать его более безопасным и удобным для пациента и врача. Дмитрий Сучков занимается разработкой прототипа устройства, которое позволит более дозированно и экономично выделять остеопластическую массу в костный дефект, который образуется при различных оперативных вмешательствах, например, в травматологии и замещении костных дефектов в зубном протезировании. Мы предлагаем использовать в качестве вот этой массы натуральный коралл. Соответственно, он более дешевый и также обладает свойствами, которые в дальнейшем приводят к образованию уже молодой костной ткани. Молодые ученые, ставшие победителями конкурса «Умник», получили гранты 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Два вторых места привезли рязанки со Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Рождественский фейерверк». Они выступали в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство». С девушками пообщалась Галина Кудряшова. Я изобразила двух коней, трех рыб и двух птиц. Мизинская роспись обычно бывает в красно-желтых оттенках. Однако для Всероссийского конкурса «Рождественский фейерверк» Анастасия решилась на эксперименты. Перевела технику в сине-серебряную новогоднюю гамму. Над авторским произведением девочка работала в течение месяца. Я смотрела на окно и решила сделать доску в таком стиле, как узор на окне. И назвала ее «Зимние узоры». Как итог, второе место в номинации «Изобразительное искусство». Медаль Анастасия привезла из Нижнего Новгорода, как и ее подруга Александра. Она заняла второе место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», представив на конкурс новогодний деревянный сувенир, расписанный под хохлому. Ее можно как сувенир использовать. Также она может стать украшением любой кухни или какого-нибудь праздничного стола. Она мне очень нравится, красивая. Девочки занимаются росписью уже четыре года. За это время они не только освоили разные техники, но и активно экспериментируют с формой изделий. Например, сейчас Александра расписывает часы, а Анастасия делает санки. Деревянные шаблоны изготавливают родители и воспитанники кванториума «Дружба». С идеями помогает педагог. На всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Рождественский фейерверк» Татьяна Пузакова провела мастер-класс для участников из других городов. Это был обмен опытом, потому что со многих городов приехали. Все тоже показывали различные мастер-классы в разных техниках. И мастер-класс, который был у меня, такого не было ни у кого. Мастер-класс проводился сначала для педагогов, потом для детей. То есть все смогли забрать себе готовые сувениры новогодние. Все были очень довольны. Деда Мороза и Снегурочки уехали в Белгород, Тамбов, Москву, Санкт-Петербург, Удмуртию и Краснодар. А теперь в их росписи тренируются и подрастающие мастерицы из Рязани. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Не работа, а призвание и служение через иконы. В Рязани работает иконописная мастерская «Ника». Именно там совсем недавно отреставрировали старинный киот. Об особенностях реставрации и написании икон, и какие условия необходимо соблюдать для того, чтобы заниматься иконописью, в нашем следующем сюжете. Главенство духа в иконописной мастерской «Ника» восстанавливают уникальные старинные иконы и оклады. Например, вот этот киот 19 века привезли в плачевном состоянии. Когда-то он украшал икону преподобного Феофила Киевского. Орнамент был выполнен рязанскими мастерами. Со временем икону утратили, а киот пришел в негодность. В результате тоже был в таком виде этот киот. Все части были разломаны, не хватало массы различных элементов, деталей не хватало. Но у нас есть отличный мастер, Роман. Он умеет и по металлу работать, и по резьбе работать. И он практически восстановил полностью этот киот. Иконописная мастерская работает в Рязани уже более 10 лет. Всему предшествовал духовный путь Елены. Она закончила художественно-графический факультет Шолоховского института. И увидев однажды в Третьяковской галерее образ спасания рукотворного, написанного Андреем Руглевым, стала другим человеком. Спустя годы она с мужем переехала из Подмосковья в Рязань. И начался новый путь художника и человека. Роспись иконостаса в храме Архангела Михаила в Михайлове стала отправной точкой для Елены, как для иконописца. Сейчас работа над восстановлением святых образов стала для художника основной. Главное, говорит мастер, проникнуться духом. Тогда удается не только отреставрировать, но и сделать настоящее открытие. Икону дают на реставрацию. Она написана явно уже была реставрирована, может быть, не один раз. Начинаешь скрывать ее, эту икону. Там, оказывается, 19 век. А 19 век уже, а там под 19-м уже 18 век. И если уже священник действительно готов к тому, чтобы восстановить полностью авторское письмо, то доходишь даже иногда и до 16-го, и до 17-го века. Сейчас иконописная мастерская «Ника» – это целая команда неравнодушных людей. Моя коллега, журналист Вероника Шелякина, пришла сюда два года назад. Про нее можно сказать самоучка. Иконы стала писать после того, как попала под машину. Оставшись в живых, девушка решила написать образ ангела-хранителя. С тех пор иконопись прочно вошла в ее жизнь. Конечно, Вероника все делает, как положено, по благословению. Как раз сейчас восстанавливает редкий образ Иоанна Богослова в молчании. Кисти, краски, лупа и даже драгоценные камни – все это неотъемлемые атрибуты в работе. Здесь важно все – духовное состояние, благословение и даже настроение иконописца. Благодаря таким мастерским до наших дней доходят уникальные иконы, которые невозможно встретить даже в музее. Они хранятся в деревенских храмах или у верующих людей, которым передавались по наследству через многие поколения предков. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok